Псалом 19 с объяснением. Молитва за царя. Молитва о благословении и победе. Псалом 19. Это молитва к Богу от лица народа о даровании Давиду победы над превосходящими силами врага. Начальнику хора. Псалом Давида. И во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнен Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает Ему со святых небес Своих могуществом спасающей десницы Своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе. Псалом 19 стихи с 1 по 10. Псалом 19 мы видим, как люди обращаются к Богу с молитвой за царя, что является важным аспектом их веры и надежды на лучшее будущее. Люди просят у Господа благословения и защиты для правителя. Посмотрите эту сильную молитву за царя и откройте для себя важность поиска Божьих благословений и защиты. Не забудьте подписаться на более содержательный контент. Псалом 19. Комментарий. Псалом 19, прославляющий волю Божью, представляет собой глубоко символичную молитву. Стоит отметить, значимость которой выходит далеко за рамки личного опыта царя Давида. Текст Псалма указывает, безусловно, на особое значение молитвенного ходатайства за правителей и властей, подчеркивая, несомненно, необходимость возносить Богу молитвы, прошения и благодарения за них. Это не просто формальный ритуал, а акт духовного служения, влияющий на благополучие всего государства и народа. Сам Псалом, предваряющий благодарственный Псалом 20, выстроен как образец для подражания. Он, кстати сказать, своего рода молитвенный протокол, предназначенный для использования как в частной жизни верующего, так и в общецерковном богослужении. Это подтверждается как структурой текста, так и его содержанием, полным образов, аллегорий и молитвенных просьб. Давид как опытный воин. Давид, автор Псалма, известен не только как царь, но и как опытный воин. Кстати говоря, он, чья жизнь была тесно переплетена с военными кампаниями. В связи с этим возникает вопрос о конкретном контексте написания 19-го Псалма. Существует несколько версий. Первая предполагает, что Псалом был написан накануне или во время одной из важных военных операций Давида, когда исход битвы зависел от воли Божьей. В этом случае Псалом приобретает характер молитвенного обращения за помощью и защитой не только для самого царя, но и для всего его войска. Молитвенные просьбы о силе, мужестве и победе над врагами прямо указывают на это. Вторая гипотеза предполагает, что Псалом, хотя и основан на личном опыте Давида, имеет более универсальный характер, служа образцом для будущих поколений, верующих, правителей и народа. Он представляет собой молитвенную модель для всякого правителя, независимо от исторического контента. В этом смысле, вдобавок Псалом 19, выходит за рамки конкретной исторической ситуации и приобретает вечную актуальность. Он обращается к вопросам ответственности правителей перед Богом и нуждам народа, за который они несут ответственность. Обращение к Богу, как к источнику силы, мудрости и справедливости, является ключевым моментом этого Псалма. Более того, богословское толкование Псалма 19 указывает на более глубокий уровень смысла. Рога – символ силы и власти, могут быть интерпретированы как символ божественного промысла, являющегося собой основой царской власти. Откровенно сказать, просьба о помощи – это не просто молитва о военной победе, а, несомненно, просьба о божественном руководстве и поддержке в управлении государством, а также, вместе с тем, в обеспечении справедливости и мира для народа. Таким образом, как видите, Псалом 19 является не просто молитвой о победе в битве, а глубоким размышлением на тему божественного промысла и ответственности правителей перед Богом и своим народом, показывая, кстати говоря, связь между духовной жизнью и политическим управлением. Этот Псалом актуален и сегодня, напоминая о важности духовного лидерства и молитвенного ходатайства за тех, кто несет ответственность за судьбы народов. Народ молится за правителей В Псаломе 19 мы можем наблюдать, как народ обращается к Богу с молитвой о царе и, вдобавок, что это является важным аспектом их веры и надежды на лучшее будущее. В первых стихах, со 2 по 5, народ просит у Господа благословения и защиты для своего правителя. Эта просьба, стоит отметить, свидетельствует о глубоком понимании роли царя, как представителя Божьей воли на земле. Вместе с тем, люди просят о победе в битвах, о радости сердца и о долгих годах правления, что, разумеется, подчеркивает их уверенность в божественной поддержке. Уверенность народа также ярко проявляется в 6 стихе, где они ликуют, радуясь тому, что их молитвы будут услышаны. Они верят, однако, что Бог не оставит их без внимания и поддержит царя в его делах. В 7 стихе мы видим, как каждый из них находит опору в вере. Одни полагаются на колесницы и коней, а другие – на имя Господа Бога своего. Это контрастное сравнение подчеркивает, что истинная сила и защита приходят только от Бога. Далее, в стихах 8 и 9, народ объединяется в своем уповании на Бога, что создает атмосферу единства и сплоченности. А потом они вместе поднимают свои голоса в молитве, выражая, помимо того, надежду на то, что их молитвы не останутся без ответа. Завершая псалом, псалмопевец обращается к Богу с просьбой выслушать их. И что в 10 стихе подчеркивает важность общения с Богом и доверия к Нему. Каким образом, кроме всего прочего, Давид в этом псалме может быть рассмотрен как прообраз Христа? Вместе с тем, как царь, он символизирует надежду и спасение, которые приходят через веру. Церковь, как царство Христа среди людей, на протяжении веков является продолжением этой надежды. Народ, обращаясь к Богу, показывает, что даже в трудные времена они готовы полагаться на Его мудрость и защиту. В этом контексте псалом становится не только молитвой о Царе, но и гимном веры, который актуален и для нас сегодня. Молитва за начальство и власти Всемогущий Божий, мы приносим пред Тобой нашу молитву за наше начальство и власти. Даруй им мудрость и силу, чтобы они могли управлять нашей страной справедливо и милосердно. Пусть Твоя благодать и милость сопровождают их на каждом шагу, и добудут они защитником и покровителем нашего народа. Мы также молимся о благословении и победе для нашей страны. Даруй нам мир и процветание, чтобы мы могли жить в единстве и гармонии. Пусть наша страна будет местом, где царит любовь и справедливость, а враги будут отступать перед мощью Твоей руки. Молитва к Тебе, Господи, от лица нашего народа. Мы просим Тебя о даровании нашим начальствам и властям победы над превосходящими силами врага. Пусть Твоя сила и могущество будут с ним, и Он сможет одолеть любые препятствия на пути к миру и благополучию нашей страны. Мы верим, что Ты всемогущий и всесильный Бог, и Твоя рука не оставит нас в беде. Пусть наши начальства и власти будут Твоими слугами и исполнителями Твоей воли. И да будет наша страна благословенной и защищенной по Твоею милостью. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Если вам понравилась запись или вы получили слово «Откровение» от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Аминь. Аминь.